В преддверии одной из самых важных дат в истории нашей страны – Дня Победы, неравнодушные десногорцы собрались почтить память погибших лётчиков. В далёком 1941 году, в июле месяце, жители деревни Новая Саракаринья стали свидетелями воздушного сражения между советскими самолётами и фашистскими мессерами. Историю их трагической гибели присутствующим напомнили ученики третьей школы. «Бой был неравен. Наш самолёт загорелся и стал падать. Лётчики медленно опускались на парашютах, а самолёты со свастикой кружили над ними и расстреливали беззащитных людей». Это мероприятие проводится два раза в год и стало доброй традицией. Таким образом, старшее поколение на личном примере показывает, что героев своей страны нужно помнить и чтить. Памятник был установлен на месте захоронения лётчика Гаврилова из Стадолища и ещё двух неизвестных солдат. Он возведён работниками Десногорского ЦЭМа и был открыт 7 мая 1985 года. Открывал это значимое мероприятие глава муниципального образования Сорокаренского сельского поселения Константин Мищенков. «Мы ежегодно собираемся на этом месте, в деревне Новосорокарения, для того, чтобы почтить память погибших героев, для того, чтобы вспомнить, как им было тяжело». В настоящее время шефство над памятником и могилой погибших лётчиков осуществляет сплочённая команда акционерного общества «Атомтранс» под руководством директора предприятия, депутата Смоленско-областной думы Михаила Лосенко. «Все предприятия города стараются облагораживать такие памятники. Кроме этого, мы обязательно должны воспитывать все наши будущие поколения». Со своей речью перед присутствующими выступили ветеран Национальной гвардии капитан Александр Любашин, председатель морского собрания капитан-лейтенант Геннадий Авдюшин, ветеран войны в Афганистане Игорь Журавлёв, ветеран войны Андрей Седько. «Мы низко склоняем головы перед павшими и живыми ветеранами. С праздником всех, уважаемые друзья!» «Я поздравляю всех присутствующих с наступающим Днём Великой Победы. Желаю всем доброго здоровья, добрых дел на благо нашей многостраданной России». Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших лётчиков. После официальной части митинга юнормейцы заняли свои позиции возле монумента. Вечный огонь и вечная слава погибшим солдатам. Мероприятие закончилось торжественным возложением цветов. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.